Всем привет! На связи Мабу и вот заканчивается текущий год и наступает новый год. Наступает пора праздников, а в празднике принято дарить подарок. А лучшим подарком являются деньги. И очень часто у нас как у Android разработчиков встает вопрос, как монетизировать свое мобильное приложение. Но самым лучшим и выгодным со стороны прибыли способом монетизации также является и реклама. Но не простая реклама потоковая от Google, которая стоит дешево, почти копейки, а реклама от прямых рекламодателей. Итак, у нас сегодня новогодний выпуск. Никакой рекламы в выпуске не будет, просто только видеоконтент. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Для того, чтобы реализовать нашу задумку по рекламе, нам сначала нужно сделать настройки на сервере. Для того, чтобы начать поднимать сервер, то есть создать базу данных на сервере, вам нужно зарегистрироваться у хостинг-провайдера, который предоставляет такую возможность. Их топовых несколько. Begit, которыми я пользуюсь, machost, timeweb, rootcenter, у которого адрес нет.ru. Короче, все ссылки на них будут в описании. Я вам рекомендую, если вы хотите, в точности, как у меня. Регистрируйтесь на Begit первые две недели, хостинг бесплатно, домен лучше сразу нормальный купить, чтобы не было проблем. Итак, что же нам нужно для того, чтобы сделать свой сервер? Нам для этого нужно зарегистрироваться на хостинг-провайдера, нам нужно зарегистрироваться на хостинг-провайдера, вы регистрируетесь на Begit, потом сюда попадаете, и вам нужно две составляющие. Это домен и хостинг. Домен это будет ссылка, я вам говорю проще, в рамках веб-разработки домен это ссылка на ваш сайт, то есть я, yandex.ru, это домен. Допустим, это сайт Яндекс, да, сайт с одеждой ламода, lamoda.ru, это домен. То есть вам нужен домен. В рамках андроид-разработки домен это ссылка будет, грубо говоря, на наш сервер, а грубо говоря, на нашу базу данных, с которой мы будем получать информацию. То есть домен, это нам нужен как ссылка для получения данных, для того, чтобы мы могли отправить запрос. Когда мы попадаем на Begit, я вам советую сразу перейти, вот здесь где тарифный план, вот сюда кликаете, который у вас будет, и подключаете себе, можете на первое время блок себе подключить, там он очень дешевый, но можете, в принципе, и бесплатно попользоваться. Ну, главное, чтобы у вас был оформлен хостинг. Затем мы идем с вами в домены и поддомены. И здесь, если у вас, я вам советую сразу зарегистрировать домен нормальный, где идете сюда, регистрация домена, вводите название своего домена и кликайте продолжить. Если домен будет занят, у вас выйдет сообщение, что такой домен занят. Просто добавляете к нему символы или ищите такой домен, который будет не занят. После того, как вы найдете нужный домен, продолжить, у вас выйдет страничка с вашими данными, у вас выйдет страничка с вашими данными, и после этого вы заполните свои данные, там паспортные данные, личные все данные, и оформите домен. Как только вы оформите домен, регистр активации этого домена занимает от двух часов до суток. То есть нужно просто подождать, пока он активируется. Но смотрите, я буду создавать на поддомене. У меня куча разных доменов, и я могу создать на поддомене. Я вам проще расскажу сейчас на примере сайтов. Например, у вас сайт магазин с одеждой shop.ru, и вам хочется продавать на отдельном сайте отдельно джинсы, допустим. Вот хотите джинсы продавать. И для того, чтобы не создавать новый домен, и за него платить, вы можете в рамках этого домена shop.ru создать поддомен. Вы называете его, например, jeans.shop.ru, и таким образом у вас получается новая директория для сайта, бесплатная. В рамках вашего хостинга, конечно. И я сейчас создам подобный поддомен. У меня будет поддомен нужен для рекламы. Поэтому я назову его pr.ru и свой домен. Mabu.ru, вот у меня подсказывают уже. Добавить домен. После того, как я это сделал, у меня, если мы кликнем на хостинг и перейдем в сайты, посмотрите, у меня создался этот директория, но не подсоединился домен. Если вот так же происходит, вот здесь есть скрепка, плюс, и выбираем здесь домен. Вот он, этот домен. Продолжить. И он пока будет присоединяться, активироваться в директории. Мы, собственно, займемся настройкой базы данных. Смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно перейти вот сюда по хостингу, кликаем, переходим в раздел MySQL, и создаем базу данных, которая называется PR, и пароль любую генерируем. Вам нужно куда-нибудь скопировать эти данные, чтобы они у вас были, они будут нужны в дальнейшем. Дальше кликаем добавить. И обязательно здесь галочка должна быть. Потом здесь создается, значит, внизу база данных. Вот он, Mabu.ppr. Тут есть, короче, иконка такая, php, myadmin. Сюда заходим. И давайте создадим таблицу базы данных. Также PR назовем. И что у нас, давайте, какие у нас поля должны быть. У нас должны быть поля ID записи, название, то есть заголовок рекламы, сам текст рекламы, и должно быть изображение для рекламы. Четыре. Четыре поля. Вот, собственно, количество столбцов. Четыре оставляем и вперед. Мы создадим для примера, скажем так, давайте пока создадим один, одну рекламу для примера. Мы создаем, значит, поля ID, дальше name, дальше descriptions и image. Поля, то есть индивидуальный идентификатор одной рекламы, название, текст рекламы, заголовок рекламы, описание рекламы и изображение для рекламы. ID, интовое поле. Здесь будет у нас varchar, descriptions, там может быть много текста, поэтому text, image, varchar. Varchar – это короткая строка. И нужно, кроме первого поля, длину значений. Здесь 100, здесь давайте дадим 500 символов максимум, да, а здесь в изображении будет ссылка 100. Далее, что мы делаем? Значит, здесь, во-первых, ставим здесь галочку, вперед, это для того, чтобы у нас генерировался ID, да, ну и в целом, это все, сохраняем. Вот у нас создана таблица. Теперь мы создадим, ну давайте две записи создадим, по факту вставить. Значит, первая ID, первая реклама будет name. Ну давайте прорекламируем, допустим, MacBook напишем, Air от, грубо говоря, от 130 тысяч Air. И текст рекламы. Там, допустим, порадуйте себя на Новый год, там типа замечательным подарком с большой скидкой. Не важно, кекс, нам, нам нужен сам принцип. И вторая реклама, например, допустим, обучение Android в 2023 году. Так, здесь пунктуацию, держим. и здесь мы пишем свой в новом году современную высокоплачиваемую профессию. Вот так вот мы делаем это все. То есть у нас по факту две рекламы. Изображение потом ставим позже. «Вперед». Кликаем сюда на таблицу базы данных, и вот у нас две записи. Отлично. Все отлично. Итак, у нас есть таблица базы данных с рекламными объявлениями. То есть вы можете создавать любые рекламные объявления. То есть как это работает? К вам обратился рекламодатель, прорекламироваться у вас. Он вам оплатил. Вы здесь вставляете, создаете новую рекламу, создаете название рекламы, создаете текст рекламы, и потом мы подгружим изображение. После этого, что вы дальше делаете? Давайте перейдем. Вот у нас есть здесь. Мы переходим обратно в наш хостинг. Хостинг. Давайте снова на сайт и перейдем. Вот. Давайте кликнем по отсылке «Permabu». «Permabu» видите, он у нас пишет, что домен не прилинкован. Такое бывает частенько. Что мы можем сделать здесь? Мы можем сначала открепить домен и подкрепить обратно. «Permabu». Прикрепляем домен. Ну давайте еще дальше продолжим, потом вернемся к некой тому все-таки домену. В хостинг переходим. Нам нужен файловый менеджер. Мы ищем директорию с нашим доменом. Ну в данном случае по доменам. Вот «Permabu». Два раза заходим, все кликаем, заходим. Тут есть папочка «public.html». Заходим в эту папочку. И давайте пока индекс не будем удалять. Хотим еще раз попробуем обновиться здесь на «Permabu». Вот видите, появляется когда надпись «Новый сайт успешно создан». Значит сайт готов, домен готов. С ним можно уже дальше работать. Он будет нам предоставлять всю необходимую информацию. Он подходит для работы. с мобильным приложением. Итак, во-первых, индекс удаляем файл. Это как раз таки этот файл, который выдавал текст, что домен успешно создан. Во-первых, нам нужно подсоединиться к таблице базы данных. Для этого нужно написать специальный запрос на языке программирования PHP. У меня есть заготовки с курса. Загрузить файлы. Вот этот файл. Мы его загружаем. Опять же, те, кто обращаются на курсе, я показываю, как с нуля его создавать. Я вам рассказываю, там более подробно расскажу. Заходим. И тут, смотрите, мы и тут сюда мы вставляем пароль, который, помните, когда мы создавали таблицу базы данных, когда мы создавали базу данных, я вам говорил, что нужно сохранить эти данные. Так вот, сюда мы вставляем пароль от нашей базы данных. Сюда мы прописываем название нашей базы данных. PR, да? И сюда мы записываем имя пользователя базы данных. И сюда нужно записать имя базы данных. На пенобегите имя пользователя базы данных и имя базы данных одинаково. То есть, так как вы назвали базу данных, такое же название будет и у пользователя базы данных. Видите, все необходимые как бы необходимые параметры, да, и сохраняем изменения. Сохраняем изменения, закрываем это окошко, идем снова на домен, обновляемся. Видите, выходит такое сообщение. Нам нужно, у нас в этой директории лежит файл con, который мы загрузили. Пишем con.php. Если выходит пустой экран, значит все отлично. Если, я вам сейчас покажу, снова зайду, если выходит сообщение вот это, значит мы не подключились. Нужно проверять данные по, как мы указали таблицу базы, как мы указали название базы данных, пользователя базы данных и пароль. Нужно проверять, где мы сделали ошибку. Отлично. Теперь нам нужно получать данные с нашей таблицы базы данных в базе данных. Для этого также нужно создавать отдельный файл с PHP запросом. Опять же, я его загружу. Это файл с курса. И сейчас подредактирую. Закрыть. Вот он загрузился. Мы его назвали GetProduct. Ну давайте назовем, переименуем его просто GetPR. Два раза кликаем. Открывается окно. И давайте смотреть. Значит, у нас таблица базы данных. Смотрите, если мы перейдем. Вот она. Таблица базы данных называется PR. Поэтому мы здесь в качестве запроса говорим, получаем информацию с таблицы базы данных PR. И в этой таблице базы данных у нас поля. ID, 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 Name, Image. И все. То есть этого поля вообще у нас нет. Даже вот так вот давайте. Здесь пишем. У нас же еще Description в поле есть. Description. Здесь у нас также поле Description. И последнее поле у нас как раз таки Image. Image. Все, сохраняем изменения. А теперь как проверить, работает ли у нас запрос. У нас в нашей директории PR.mobu лежит файл getpr.php. Вот, мы получаем данные. Не смотрите на шифровку, просто она так здесь отображается. ID1, ID2. Все. Хостинг. Все, сервер у нас работает. Когда на этом этапе у нас сервер начал работать, нам с вами нужно перейти уже к созданию функционала на клиентской стороне. То есть на стороне мобильного приложения. Итак, ну перед этим, как мы начнем все это делать в приложении, давайте закроем этот файл. Нам нужно с изображениями разобраться. Давайте новую папку. Создаем. Называем папку images. Заходим в эту папку. И сюда нужно загрузить два изображения. Загрузить файлы. Обзор файлов. Android. Mac. Загружаем два файла. Загрузка. Файлы загружены. Так, теперь идем в нашу таблицу базы данных. Открываем первую. И вот сюда нужно вставить ссылку на наше изображение. Для этого переходим в файловый менеджер. Два раза кликаем. Не получается. Хорошо. Нам тогда нужно что сделать? Нужен наш домен от abu. Image. Слэш. Смотрим. Как называется? Mac. Mac.jpg Вот такой адрес. Все открылось. Копируем адрес из адресной строки браузера. Возвращаемся в нашу таблицу базы данных. И вставляем сюда ссылку. Вперед. Далее открываем вторую нашу запись. Вставляем сюда ссылку. Но смотрим как называется здесь изображение. Android. Android и также JPEG. JPEG оставляем. Вместо Mac просто пишем Android. Это ссылка на изображение на сервере. На вторую нашу. Все. Теперь можно полноценно перейти к настройке на клиентской части. Так. Теперь мы заходим с вами. Открываем Android Studio. Создаем проект New Project. Выбираем здесь у нас. MT Activity. Next. Называем проект PR. Kotlin на P21. Все оставляем. Финишуем. В хорошем. В хорошей архитектуре. Как мы должны делать. Мы должны получать данные. Обрабатывать эти данные. И перезаписывать эти данные. В таблицу базы данных. SQLite. С которой работаем через библиотеку Room. С помощью корутинов. Через архитектуры MVVM. Этому я обучаю на курсе. Всего. Сегодня в демонстрационном видео. Я вам покажу. Как напрямую работать с сервером. Нам по факту нужно. Давайте создадим слой. Data. Собственно. И папочку создадим Presentation. Мы не будем реализовывать архитектуру MVVM. Просто для удобности создам две папки. MainActivity переношу в Presentation. Сделаю рефактор. Отлично. В первую очередь нужно с вами. Сейчас я вам покажу. Как нужно организовать. Получение данных. С сервера. Для этого нам нужно будет использовать. Библиотеку Retrofit. Для получения. Для этого нам нужно. Для того чтобы получать. Правильное изображение с интернета. По ссылке нам нужно будет. Библиотека еще. Пикассо. Вот в общем-то две основные библиотеки. Которые мы будем с вами использовать. Итак. Давайте я вам покажу. С чего нужно все-таки начать. В первую очередь мы идем в файл Build Gradle. В папочке Gradle Script. Да. У вас файл. Это там. Тот файл где мы подключаем все библиотеки и ViewBugging. Да. Берем. Подсоединяем ViewBugging. Нам нужно две библиотеки. Retrofit и Picasso. Ссылочка на эти библиотеки будет в описании. Мы подключаем самые последние версии. И вернее мы создаем, скажем так, некие перемены с этими последними версиями. И подключаем эти библиотеки. Вот подключаем Retrofit для работы сетью. В данном случае с помощью библиотеки Retrofit будем получать данные с сервера. И библиотека Picasso. Она нам нужна для получения изображений по сети. То есть у нас изображения не хранятся. Они не хранятся в мобильном приложении, в файлах мобильного приложения. Они хранятся на сервере. То есть где-то в интернете по ссылочке мы будем получать эти изображения. Таким образом можно изображения вообще получать с абсолютно любого сайта. Главное указать правильную ссылочку на него. Итак, мы подсоединили все эти библиотеки. Потом, смотрите. Мы, прошлый шаг я вам показывал, мы разбивали с вами дата на две папки. Data и Presentations. Presentations будет лишь MainActivity в нашем случае. Data мы создаем в иерархию папок. Будет две подпапки API и Models. Идем в папку API. Тут два файла. Первый файл это класс API Client. Класс API Client здесь мы должны настроить подсоединение к нашей таблице базы данных. То есть по факту мы должны указать путь, ссылку на нашу базу данных на сервере. Здесь мы указываем наш, смотрите, под домен, который я создал. И поэтому по домену мы обращаемся к директории на сервере. А в интерфейсе API интерфейс у нас есть один метод. То есть по факту у нас же один метод, с которым мы работаем. Это метод по получению данных. В больших проектах, также проектах на моем курсе, мы полноценно работаем с сервером. Там методы создания записи и получения записи, получения и по фильтрам с определенными условиями, и обновления записи, и удаления записи, и очистка всей таблицы базы данных. Но для того, чтобы получить здесь данные, нам нужно указать аннотацию get, указать название запроса на сервере. То есть наш файл на сервере называется, наш файл запроса на сервере называется getpr.php. То есть, как и здесь, здесь называем метод, можете как угодно его назвать. И далее мы должны указать с вами, скажем так, формат получения этих данных. То есть нам нужно создать специальную класс модельку. Эта класс моделька будет аналогом той таблицы базы данных с полями, которые мы создали на сервере. То есть здесь создаем класс, да, кстати, смотрите, это, конечно же, не сюда, а в presentations, адаптер, я не туда случайно поместил. Так, и смотрите, тут моделька, так, я перенес, видите, сюда адаптер, адаптер должен быть слой presentation, что-то я по ошибке туда там создал. Смотрите, в папочке models, и как раз таки у нас есть класс специальный модель, класс PR API model. Этот класс моделька символизирует нашу таблицу базы данных на сервере с соответствующими полями, да, ID, Name, Description, Image. Просто это с этими полями мы как раз таки и будем работать. Что мы, да, делаем дальше? Опять, если хотите все это подробно изучить, что, что означает, как правильно организовать работу, как правильно делать по архитектуре MVM, все это я обучаю на курсе, иди приходите на курс. Далее, да, напоминаю, с января цены повышаются, так что чем раньше вы запишетесь, тем лучше. Далее, когда это мы создали, нам нужно создать, переходим, когда мы сделали модельку, когда мы сделали IP клиента, IP интерфейс, когда мы все подготовили для того, чтобы все-таки получать данные сервера, мы идем с вами, мы должны создать с вами, мы идем с вами в XML шаблон ActivityMain и размещаем RecyclerView, то есть список. В этот список будут подгружаться как раз таки разные рекламы, которые мы подсоединяем. Далее, для этого RecyclerView мы создаем специальный класс адаптера. Сюда мы в качестве конструктора помещаем списочный массив с данными, которыми будут приходить с сервера. Ну, далее все стандартно подключаем, подключаем верстку каждого пункта нашего списка. Каждый пункт нашего списка мы создаем специальный XML шаблон PR, нижнее подчеркивание, item, и здесь просто материал карт, который будет содержать себе изображение, название и описание. То есть вот этот файл, этот файл мы как раз таки подсоединяем вот здесь, указываем размер нашего списка, да, и контента, который будет вгружаться в RecyclerView, и далее мы здесь ниже в методе bind делаем как бы загрузку необходимого контента в RecyclerView. Мы говорим, что в поле name выгружайте из нашей модельки, которую мы создали в поле name, то есть в текстовое поле с ID-шником name.pr, выгружайте соответствующее поле с нашей модельки. То же самое делаем с Descriptions и через библиотеку Picasso получаем наше изображение. Далее, когда мы настроили адаптер, мы идем с вами в MainActivity и создаем специальный метод. Конечно, можно было его и не выносить сюда, но я вынес. Load PR, здесь мы подключаемся к API клиенту, вызываем соответствующий метод в интерфейсе. Здесь вот через callback получаем по соответствующей модельке необходимую информацию, то есть в Response как раз таки вот здесь, через Response Body мы как раз таки, ну вот здесь по логике, по логике конечно должен называться объект load. Вот здесь load PR и здесь load PR. То есть что мы по логике делаем? Мы получаем некие данные из сервера, да, вот сюда через Response Body. И потом мы указываем здесь же в методе получения, что у нашего RecyclerView будет верстка горизонтальная, то есть он будет как бы листаться не сверху вниз, а слева направо. Здесь также инициализируем адаптер, да, тут мы конечно пробелы, можно, это я все на скорую руку просто делал. И в наш RecyclerView в качестве адаптера мы записываем вот наш адаптер, который еще здесь выше инициализировали. Опять же это основа работы с RecyclerView. И мы также с вами говорим, что у нас же вот этот метод, метод, который мы все производим вот здесь, получение необходимых данных, он содержит в себе два подметода. OnResponse и OnFailure. OnResponse он срабатывает, когда мы удачно подключаемся к нашей таблице базы данных на сервере. В случае удачного подключения мы выгружаем сообщение загрузка. Если что-то прошло не так, мы не получили доступ, то выводим сообщение ошибка включить интернет. Но вот это все не будет работать без неких правок в манифесте. В манифесте мы делаем разрешение на работу с интернетом. И специальный атрибут UserCareTextTraffic используем в состоянии true для того, чтобы наши данные корректно отображались на устройствах, у которых у Android версии, по-моему, от 8 или 9 версии, чтобы конкретно, корректно выгружались данные, мы должны вот проставить вот такую штуку. И вот смотрите, теперь мы можем собрать наш проект. И я вам покажу, что нам нужен сам функционал. Ну вот смотрите, загрузка. Вот наша реклама, и она листается. Да, тут, конечно, нужно отступы все это построить, чтобы все корректно выглядело. Нам сам факт. Смотрите, мы получаем изображение, заголовок и описание. Изображение, заголовок, описание. Две рекламы. Я вам хочу напомнить, что этот текст у нас не содержится в мобильном приложении. Это изображение товаров у нас нет в самом мобильном приложении. Мы получаем все это с сервера. И если вдруг нам нужно добавить новую рекламу или заменить старую, мы просто с вами... Я вам сейчас продемонстрирую. Мы просто с вами идем на хостинг, базу данных. Ищем нашу базу данных PR. Идем сюда, PHP My Admin. Открывается таблица базы данных. Кликаем табличку. И просто добавляем нужную информацию или меняем. И как только мы это все сделаем, вот здесь, при следующей загрузке мобильного приложения, все поменяется. То есть, это динамичная подгрузка рекламы. Ну, в данном случае, тут не только реклама. Вот именно таким способом подгружается каталог с товарами, каталог с постами. То есть, тот контент, который должен быть виден у всех пользователей мобильного приложения. То есть, глобально, вот этот подход с глобальной загрузкой данных сервера из базы данных MySQL через библиотеку Retrofit, он лежит в основе Android разработки. То есть, вот таким подходом вы реально можете настроить монетизацию для своего мобильного приложения. То есть, к вам, у вас, ну давайте так, у вас, допустим, мобильное приложение связано с сортами кофе или, допустим, что-то со сферой кофе. И к вам могут, если ваше мобильное приложение более или менее популярно, к вам может обратиться хозяин кофейни или человек, который продает какой-то кофе или человек, который продает кофейное, какое-то оборудование для кофе. Он может к вам обратиться, попросить разместить рекламу. Вы берете с него оплату и размещаете его рекламу. Здесь может сколь угодно рекламодателя так найти или, например, у вас приложение по созданию списка покупок. К вам может обратиться какие-то магазины, которые хотят отрекламироваться у вас. То же самое, так, таким образом поставляете. То есть это не дешевая реклама с Google, лишь бы какая. Это качественная реклама, за которую вы получили деньги. И не копейки, а очень солидные деньги. Поэтому это вариант самостоятельного монетизации мобильного приложения. Это очень актуально в нынешних условиях. И когда мне говорят, невозможно зарабатывать на мобильной разработке, мне становится очень сильно смешно. Но заработать можно всегда, просто большинство это не сделает, потому что большинство просто ленивые люди. Они готовы развивать в себе маркетинговые навыки и не готовы смотреть другие варианты монетизации приложений. Этот способ не для ленивых и для более умных людей. Если вы хотите научиться делать такие штуки, и не только такие штуки, а еще хотите стать нормальным андроид-разработчиком и полноценно работать, и полноценно владеть даже теми навыками, которыми не владеют даже мидл-разработчики с опытом, то приходите на курс. С января цены повышаются, поэтому можете либо записаться заранее, либо просто забронировать себе место на следующий год. Все возможно. Ссылка для записи на курсы, для консультации по курсу есть в описании под видео. Ну а мы встретимся с вами уже в следующем году. И в конце этого видео хотелось бы поздравить всех своих учеников, зрителей и подписчиков с наступающим Новым Годом. И пожелать вам, чтобы в следующем году вы 100% освоили андроид-разработку. Если вы, конечно же, обучаетесь у меня, то это вы сделаете с легкостью. Но если вы выбрали самообучение, я хочу вам пожелать, что на вашем пути не было никаких преград, и вы достигли своей цели, вне зависимости от того, какое направление вы для себя выбрали. Фриланс, трудоустройство, либо заказная разработка на себя, либо создание собственных мобильных приложений. Я хочу вам пожелать, чтобы какой бы вы путь не выбрали, вы бы довелись в нем успехов. И андроид-разработка являлась на самом деле тем ремеслом, о котором вы всегда мечтали. Ну а на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. И до встречи в следующем году. Всем пока.